Поэты ходят по земле Предатели, гости нашей библиотеки Сегодня мы пригласили вас на поэтический микс Литературное созвездие 60-х И оно посвящено знаменательным датам жизни Известных поэтов 60-х годов Великих российских поэтов 60-х годов 20-го столетия Называют духовное вдохновение А вдохновила поэтов 60-х годов Улыбка первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина Вслед за его возгласом «Поехали!» Ввысь взлетел крылатый пегас И талантливые поэты со всего Советского Союза Начали выступать перед московской молодежью С трибун читали стихи Возле памятника Пушкину Маяковскому у Политехнического музея И чтобы послушать поэтов 60-х годов в те годы Молодежь собиралась просто огромными толпами Какова была сила их поэтического слова И вот сегодня мы с вами попытаемся прикоснуться к звездному свету поэтов 60-ников Это Евгений Евтушенко Я вам просто хочу напомнить Андрей Вознесенский Николай Заполоцкий Николай Добронравов Андрей Дементьев Владимир Высоцкий Михаил Таневич Вот о них у нас и пойдет с вами речь Я вам буду, когда буду говорить о каждом из них в отдельности Буду напоминать, сколько могло бы быть им лет В 2023 году К сожалению, из живых поэтов 60-ников Остался у нас единственный Николай Добронравов Да, 22 ноября Страна отметит 95-летний юбилей автора Слов, песни «Маленький принц» Николая Добронравова Поэта, лауреата Государственной премии СССР Он родился в Ленинграде Рос и воспитывался в интеллигентной семье Отца звали Николя Филиппович И мама была Надежда Иосифовна Добронравова В детстве у будущего поэта Были очень тесные взаимоотношения с бабушкой По отцовской линии Вместе с ней он ходил в театр Посещал оперу Многие культурные мероприятия Добронравову очень нравились книги И интересен вот такой факт его детства Когда ему исполнилось 10 лет Он выучил наизусть знаменитую комедию Грибоедова «Горе от ума» И после этого случая Бедная его бабушка Записала внука Психиатрический кабинет Но врач, когда его осмотрел Он не нашел ничего критичного Не усмотрел в способностях ребенка Ну и так у нас, можно сказать, будущий поэт Уже с малых ногтей Приобщался к культуре В разгар Великой Отечественной войны Семейство Добронравовых Обосновалось в селе Малаховка Расположенном недалеко от Москвы Здесь он с отличием окончил школу Затем задумался над выбором своей профессии И поступил в школу-студию МХАК Которую окончил в возрасте 22 лет После этого он продолжал обучение В Московском городском учительском институте Став дипломированным артистом Он устроился работать в столичный ТЮЗ Где начал писать свои первые стихи Вот в театре Николая Добронравов Познакомился с Сергеем Гребельниковым Который в будущем станет Профессиональным поэтом-песенником И вместе им удалось написать Очень огромное количество совместных песен И получить совместную известность В эти годы Добронравов в саторстве с Гребельником Написал несколько детских пьес И некоторые из них с успехом ставились на сцене Позднее Николай решил попробовать себя В качестве киноактера даже И зрители тех времен могли увидеть Может быть даже кто-то из вас его видел В двух картинах Первая картина называлась Спортивная честь А вторая возвращение Василия Бортникова Но однако же он как бы не удовлетворился Этой деятельностью И все-таки больше писал стихи И работал над текстами И как-то раз Николаю Добронравову Поручили написать слова К веселой песенке Лодочка моторная Композитором этой песни была Малоизвестная еще в те годы Александра Пахмутова И работая вместе Молодые люди поняли Что они созданы друг для друга И так родился не только семейный союз Но и творческий союз И теперь мы не можем представить Николая Добронравова без его половинки Александры Пахмутовой И к слову сказать Они прожили вместе всю жизнь Уже более 60 лет Вот какая у них пара замечательная Красивая Да Каждый год Пара представляла все новые и новые композиции В котором автором музыки была Пахмутова Слова Добронравова И благодаря таким стараниям Этой пары появились на свет Всем известные культовые песни Нежность И вновь продолжается бой Беловежская пуща Главное, ребята, сердцем не стареть Трус не играет в хоккей Надежда И многие-многие другие Композиции Пахмутова и Добронравова Можно было услышать и в советских фильмах С этими авторами стремились сотрудничать Самые популярные артисты Ну, эстрады, да Это Иоанна Герман Иосиф Кобзон Лев Лещенко Эдита Пьеха Собия Ротару И многие-многие другие И вот сейчас я вам хочу Напомнить, показать Кадры Исполнение песни Надежда И исполняет ее Очень нежная Исполнительница Надежды Нет, послушайте Анна Герман Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Взлетные огни аэродрома Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты Надежда Мой компас земной А удача Награда За смелость А песни Довольно одной Чтоб только о доме В ней пелось Ты поверь, что здесь издалека Многое теряется из виду Тают грозовые облака Кажется нелепыми обиды Надо только выучиться ждать Надо быть спокойным и упрямым Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы Надежда Мой компас земной А удача Награда За смелость А песни Довольно Довольно Чтоб только о доме В ней пелось И забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то недопели Милые усталые глаза Синие московские метели Снова между нами города Жизнь нас разлучает Как и прежде В небе незнакомая звезда Светит словно памятник надежде Надежда Мой компас земной А удача Награда За смелость А песни Недовольно Одной Чтоб только о доме В ней пелось В 1978 году Николаю Добронравову Вручили пению Ленинского комсомола За создание цикла Комсомольских композиций И спустя пару лет Они вместе Со своей супругой Написали для Олимпиады 80 Культовую песню Гимн Как она называлась? До свидания Москва До свидания Исполняли ее Лев Лещенко И Татьяна Анциферова На трибунах Становится Тише Тает Быстрое Время Чудес До свидания Наш Ласковый Миша Возвращайся В свой Сказочный Лес Не грусти Улыбни Сно Прощание Вспоминай Эти Дни Вспоминай Пожелай Исполнения Желаний Новый Встреч И нам Всем Пожелай 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 Друг 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 Успеха Ни добра Ни любви Без конца Олимпийское Звонкое Эхо Остается В стихах И сердцах Друг До свидания До свидания Москва До свидания Олимпийская Сказка Прощай Пожелай Исполнения Желаний Новой встречи Друзья Пожелай Расстаются Расстаются Друзья Остается Сердце Нежность Будем Песню Веречь До свидания До новых встреч До свидания До новых встреч До свидания, дорогой встреч! Еще через два года тоже знаковое событие произошло в жизни Николая Добронравова. В 1982 году он был удостоен Госпремии СССР за вклад в создание фильма «Оспорт. Ты. Мир», в котором он выступил в качестве сценариста и автора саундтрека. Он сотрудничал не только со своей супругой, но и со многими другими композиторами, среди которых Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджаян, Сигизмунд Кац и многие другие. За свою жизнь он сочинил и военные песни, затронул темы героизма, дружбы, общей победы над врагом. А в послевоенное время он писал о спорте, о космонавтике, воспевал различные профессии. В 90-е уже годы прослеживается у автора религиозная тематика. Так вот, за годы творческой биографии Николай Добронравов стал автором более 500 песен. И уже многие фразы из его композиций разлетелись на цитаты, и мы их употребляем с вами. Знаете, каким он парнем был, да? Там, можем в разговоре упомянуть. Нам не жить без друга, без друга. Птица счастья завтрашнего дня. Ну, как я вам говорила, что единственной женщиной его была супруга. Прожили они вместе более 60 лет. Они периодически появляются сейчас на каналах ТВ. Становятся они главными героями, и их песни с удовольствием исполняются и современными, да, исполнителями. Но очень теплая такая песня, наверное, всеми любимая, и тоже часто звучавшая сейчас даже, песня «Нежность». Нашла я ее в записи, наверное, одна из первых исполнителей была «Майя Кристалинская. Нежность». Исполняет «Майя Кристалинская». Опустела без тебя земля, Как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в садах, И куда-то все спешет такси, Только пусто на земле одной без тебя. А ты, ты летишь, И тебе дарят звезды Свою нежность. Так же пусто было на земле, И когда летала к злюбе, Так же падала листва в садах, И придумать не могла земля, Как прожить ей без него, Пока он летал, Летал и все звезды ему Отдавали свою нежность. Субтитры создавал DimaTorzok Апустела без тебя земля, Если можешь, прилетай скорей, В нашем арт-пространстве есть пластинки, на которых записаны песни Николая Добронравова. И мы вам предлагаем послушать одну из песен «Парус алый». Уже в 89-90 годах. Это более близко к нам. Эта песня была в «Парус алый» и 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 «Парус алый». Ну и сейчас динамичная песня в исполнении Валерия Леонтьева. До свидания, берег скуки! Лица в сумрачной пыли. Здравствуй, мужество, разлуки и поэзия любви. Рок от моря и металла. Беззаветные края Парс алый, алый, алый Сердца алая, беззаветная Ветер рвёт, тупые страсти День беды из-за угла Как тревожно наше счастье Как спокойно море слад Тропкотное металло Беззаветные края Парс алый, алый, алый Сердца алая, беззаветная В нашем сердце боль и ярость Мир от серости устал Я хочу, чтоб алый парус Никогда не выцветал Рок от моря, ритмитала Беззаветные края Парс алый, алый, алый Сердца алая, беззаветная Такой романтичный Николай Добронравов Разнообразный Ну вот, значит, о Николае Добронравове Мы с вами поговорили Вспомнили некоторые его произведения И следующим поэтом 60-х лет Самым ярким представителем 60-ти Его так назвал президент России Является Евгений Евтушенко Которому исполнилось, что в 2023 году уже 90 лет Но, к сожалению, в 2017 году его не стало Его знаменитая поэт в России больше, чем поэт Одно из тех откровений, которые помогают понять российскую жизнь Сам Евтушенко говорил, что он не разделяет поэзию, жизнь Поэзию и жизнь И для него это единое целое Однако Написанием стихов его творческая деятельность не заканчивалась Евтушенко пробовал себя в роли режиссера, автора песен Даже в преклонном возрасте Евгений вел весьма активную и насыщенную жизнь Радовал поклонников своими, так сказать, образами яркими И своим творчеством Ну, вот, может быть, вы знаете об этом Что настоящая фамилия Евгения не Евтушенко Он Гангнус Его отец прибалтийский немец Александр Гангнус Ну, вот, как бы, в Википедии вот так вот описано Может быть, есть еще где-то какая-то версия Вообще, в его роду много очень намешано кровей, да? И латышская, и немецкая, и польская, и белорусские корни Его отец, значит, женился на украинке И потом уже, как бы, когда приехал он в Житомир Там женился на украинке отец Евгения При этом детство будущего поэта прошло на территории России На небольшой железнодорожной станции Зима в Иркутской области Там же он и родился В 1932-м Но вот по паспорту у него все-таки В 1933-й год стоит Вот Поэтому два дня рождения На самом деле он родился в 1932-м году Так Отец Евтушенко, несмотря на то, что имел техническую профессию В свободное время тоже писал стихи И помог своему сыну познакомиться с лучшими образцами мировой литературы А мама была актрисой На фамилию отца Надевичью По материнской линии Ему пришлось сменить При переезде в Москву Ну потому Это было решение матери Потому что в то непростое время Немецкая фамилия могла бы помешать Ребенку дальше строить отношения В начале войны Евгению Ештушенко Было всего 9 лет И была Мать была вынуждена Отправить его в эвакуацию К бабушке Мальчик один Почти 5 месяцев Ехал в основном На крыше вагонов поездов Ремнем привязывался к вентиляционному люку Не раз попадал под бомбежки И самое страшное При этом Он испытывал не страх перед бомбежками А вот именно голод Он вспоминает Голод тех времен страшные Чтобы поесть Евгений Ештушенко Выходил на станциях И читал уже стихи Вот в 9 летнем возрасте Ему там подавали Кормили еще маленького мальчика Но произошел страшный случай на Урале Вот об этом тоже как бы есть информация Во время остановки поезда Будущий поэт вышел на базар Где торговали свежевареной картошкой И ребенок был настолько голодный Что он взял картошину в руки И стал ее просто нюхать И вот торговки Вот за это они на него напали Жестоко избили До такой степени Что они ему преломали ребра И спасли его Как ни странно Отбили его у торговок Мальчишки-беспризорники Вот И первый стиш Вот это вот наверняка Вот это вот Такая серая Жизнь в детстве Да Мне кажется Она вложила Наверное своеобразный отпечаток На его дальнейшие образы Вы помните его Да Уже в таком Даже преклонном возрасте Он всегда был очень яркий Очень такой современный Какой-то пестрый Да Чтобы Чтобы вот это компенсировать Наверняка Как он говорил Вот ту серую Голодную Сложную жизнь В детстве И первый стишок Знаменитый поэт Сочинил Когда ему было всего 5 лет Первое стихотворение Почему такая стужа Почему дышу с трудом Потому что тетя Лужа Стала толстым Дядей льдом Вот такое стихотворение У него Вот Но в детстве Уже Еще даже в детстве У него было Такое замечательное хобби Он вел толстую тетрадь И записывал В этой тетрадке Рифмы По его мнению Слова Которые Не рифмовались У других поэтов Ну На сегодняшний день Эта тетрадка Была бы таким раритетом Таким достоянием Да Но к сожалению Она была утеряна И все-таки Первое стихотворение О котором он сам вспоминает Сам его читает Я вам сейчас его представлю Вышло в свет В 1949 году Когда было всего Семнадцать лет Евгению Евтушенко Опубликовали его Не где-нибудь А в газете Советский спорт Называлось это стихотворение Два спорта И Евтушенко За эту публикацию Получил аж 350 рублей Вот сейчас я вам Представлю Это стихотворение В его исполнении Я был человеком Своего времени И оно отражает 49-й год Еще я первый гонорар Я получал по метре Я конечно нигде не был Ни в каких заграницах И расплевну капитализм Не видел еще Своими глазами Но все равно Я его конечно Категорически осуждал Два спорта Называлось это стихотворение Под грохот трещоток Дробный В залах Где воздух Сперт Ломаются руки И ребра И это у них Спорт Здоровье Доппингом Вынувши Спортсмены Приходится Там Тело свое До финиша Тащить К угоду Тельцам А рифмочка Все это хорошая Сперт Спорт Вынувши Финиш Дальше Дальше А наш спор Пошел в будни Любят его везде Спорт Это верный спутник Лучший помощник Труде С ветром Спорт Бой с холодом Это наш спор Наша молодость Крепки мышцы Мысли свежи Легко дышится Хорошо жив И с тех пор Конечно Литературное Наследие Евтушенко Пополнилось В разы За всю жизнь Поэта Было выпущено Около Полутора Ста книг Которые Получили Свои Переводы И на Многие Языки Мира Евгений Евтушенко Был студентом Литературного Института Имени Горького Однако Будучи студентом Пятого курса И находился На Практически В одном шаге От получения Диплома Евтушенко Был отчислен И все дело в том Что он Высказывал Свою поддержку В сторону Романа Не хлеба единым Который В то время Горячо Осуждался Но В конце концов Евгений Евтушенко К слову сказать Образование Это получил Спустя Очень многие годы Аж в 2001 году Вот так В 1963 году Он был номинирован На получение Нобелевской премии В области литературы За свое произведение Бабий Яр Не вызвало Впечатления Это произведение Поначалу А скорее наоборот И Евтушенко Был осужден За антипатриотизм И это произведение Было запрещено К печати Но все-таки На страницах Литературной газеты Оно было Опубликовано Спустя Много лет И Люди В одночасье Просто выкупили Этот Выпуск Газеты Потому что Там было опубликовано Новое Вот это произведение В девяносто первом году Евгений Евтушенко Со всей семьей Покинул Советский Союз Отправился в США Там он работал В Оклахоме В городе Нью-Йорк Он был преподавателем Русской поэзии И Такой известный факт Интересный На мой взгляд Что имя Евтушенко Носит даже планету Солнечной системы Насколько он был Знаменит и почитаемый Да Он почетный Он почетный Или нет сопер После разгола Какой-то Такой Ну конечно Да Да И он был почетным Гражданином Пяти городов И одного штата США Обладал Самыми высокими Премиями И наградами Всего мира На которые Только мог Претендовать Поэт Он читал Лекции По русской литературе Как я говорила В Америке Вот Ну И вы сами Видите Даже по его Выступления Что человек Был жизнелюбивым Оптимистом Любил людей И заявлял Людей неинтересных В мире нет И вот это Стихотворение Людей неинтересных В мире нет Я вам и предлагаю Послушать Людей неинтересных Людей неинтересных Самой Самой неинтересностью Своей У каждого Свой тайный Личный мир Есть в мире этом Самый лучший миг Есть в мире этом Самый страшный час Но это все Неведомо для нас И если умирает человек С ним умирает Первый его снег И первый поцелуй И первый бой Все это Забирает он с собой Да Остаются Книги И мосты Машины И художников Холсты Да Многому Остаться Суждено Но что-то Ведь Уходит Все равно Таков закон Безжалостной игры Не люди умирают А миры Людей мы помним Грешных И земных А что мы знали В сущности о них Что знаем мы Про братьев Про друзей Что знаем О единственной своей И про отца Родного своего Мы Зная все Не знаем ничего Уходят люди Их не возвратить Их тайные миры Не возродить И каждый раз Мне хочется опять От этой невозвратности Кричать Замечательное Такое стихотворение Смысловое Философское Когда задумываешься Наверняка О жизни Просто становится Человек Немножко посерьезнее И поэтому Какая-то Легкая грустинка И в голосе И в мыслях Я думаю Возникает Ну и вы Наверняка Знаете Что у Евгения Евтушенко Есть Очень знаковое Стихотворение Хотят ли русские войны Которая стала Известной песней На весь мир Который был На грани Третьей мировой войны В то время Между США И Советским Союзом И вот у нас В нашем Ленин пространстве Есть Пластинка С песней Хотят ли русские войны В исполнении Марка Бернесса Мы вам и предлагаем Его послушать Хотят ли русские войны Спросите вы В тишине Над шею башен и полей И у берез и тополей Спросите вы У тех солдат Что под березами лежат И вам ответят И сыны Хотят ли русские Хотят ли русские Хотят ли русские Войны Не только за свою страну Солдаты гибли В ту войну А чтобы люди Всей земли Спокойно ночью Спать могли Спросите тех Кто воевал Кто вас На Эльбе Обнимал Мы к этой Памяти Верны Хотят ли русские Хотят ли русские Хотят ли русские Войны Да, мы умеем Воевать Но не хотим Чтобы опять Солдаты Падали в бою На землю Горькую Свою Спросите вы У матерей Спросите У жены Молей И вы тогда Понять Должны Хотят ли русские Хотят ли русские Хотят ли русские Поймем Поймем Сейчас шаман встанет Ну, время другое А мы все еще живем Ну, давайте вот продолжим О таком великом поэте-песеннике Хочу вам просто напомнить Что последним проектом Евгения Евтушенко Стала рок-опера Идут белые снеги Премьера которой состоялась в Москве В честь 75-летия поэта И вот нам сегодня Николай Васильевич Гражданкин Прочтет это стихотворение Ну, если погодите Сначала детское Прочтет Я послушал здесь детское стихотворение Которое он первое написал Ну и сразу в памяти Возникло его другое детское стихотворение Про бабушку Бабушка, бабушка Дай мне два оладушка Поскорее я один съем Чтоб исчез во мне совсем А другой я отнесу Белки рыженькой в лесу Вот прелесть Да, прелесть Все просто и ясно Да И по-доброму Идут белые снеги Как по нитке скользя Жить И жить бы на свете Да, наверное, нельзя Чьи-то души Бесследно растворяясь вдали Словно белые снеги Идут в небо и земли Идут белые снеги И я тоже уйду Не печаюсь о смерти И бессмертия не жду Я не верую в чудо Я не снег Не звезда И я больше не буду Никогда Никогда И я думаю Грешно Ну а кем же я был Что я в жизни поспешно Больше жизни любил А любил я Россию Всею кровью Хребтом Ее реки в разливе И когда подо льдом Дух ее пяти стенок Дух ее сосняков Ее пушкина Стеньку И ее стариков Если было не сладко Я не очень-то жил Пусть я прожил Не складно Для России я жил И надеждою Маюсь полный Тайных тревог Что хоть Малую малость Я России помог Пусть она позабудет Про меня без труда Только пусть она будет Навсегда Навсегда Идут белые снеги Как во все времена Как при Пушкине Стеньки И как после меня Идут снеги большие Аж до боли светлые И мои И чужие Заметая следы Быть бессмертным Не в силе Но надежда моя Если будет Россия Значит буду И я Спасибо большое Ну и рядом с Евтушенко Неизменно Имя Еще одного Символа 60-х лет Поэт Андрей Вознесенцев Которому тоже В 2023 году Исполнилось бы 90 лет Но к сожалению В 2010 Он умер Да Его называют Портреархом Русского Поэтического Авангарда Поэзия Вознесенского То есть Передового Да До времени Свободная поэзия Вознесенского Собирала Полные залы Его стихи И поэмы Звучали Не только Со страниц Книг Но и на сцене Таганки И Ленкома А в 75-летний Юбилей Поэт Вознесенский Был удостоен Ордена За заслуги Перед Отечеством И вот что Говорилось В поздравительной Телеграмме Поэт Наделенный Ярким Поистине Уникальным Дарованием Вы стали Певцом Своей эпохи В 60-е годы Его стихи То запрещали То снова Печатали Но он Жил Одной Жизнь Со своим Народом Размышлял О будущем И даже Не помышлял Об отъезде За границу Вот как Вознесенский Относится К наградам И гонениям Поэт Не имеет опалы Спокоен К награде Любой Звезда Не имеет оправы Ни черный Ни золотой Звезду Не убить Каменюгами Не точным Прицелом Наград Он примет Удар Камерюнкеров Посетует Что маловат Важны Ни хула Или слава А музыка Есть в нем Или нет Опальны Земные державы Когда Отвернется Поэт И вот Когда совсем Не было денег В те голодные годы Он писал песни Которые становились Хитами И вот уже Более Четверти века Назад Поставили Спектакль В Ленкоме Который До сих пор С блеском Показывается Это Юнона И Авось И знаменитая песня Из этого спектакля На слова Вознесенского Я тебя никогда не забуду В нашей коллекции Также имеется Гра-пластиночка Было Есть Если хотите Потом посмотрим Проводить Проводить Дня, будто И выйдешь Здравствуйте Ты меня Никогда Не забудешь Ты меня Никогда Не увидишь Заслонишь Тебя От простуды Я подумаю Боже Всевышний Я тебя Никогда Не забуду Я тебя Никогда Не забуду Не убью Не беда Слезец От ветла Безнадежда Камни и вишни, Возвращаться в лакар, Привет-то, Я тебя никогда не убью. Ваше сиятельство. Замечательные, конечно, да, песни слагались на стихи, такие душевные. Про кого только не начни разговор, а в каком-либо из представленных звезд поэтов, да. Ну и атмосферу 60-х невозможно, конечно, представить без песен. Ну, например, песня «Чёрный кот». Кто автор этой песни? Кто автор этой песни? Видите, кто это? А, Татанович. Конечно, Михаил Танич, его знаменитый «Чёрный кот», стал своеобразным символом, да, 60-х лет. Задорный, чистый, беспечный. И вот одна из первых исполнительниц была Тамара Милансарова, да. Песня «Чёрный кот» А потом говорят Не повезёт Если чёрный кот дорогу перейдёт, А пока наоборот Только чёрному коту и не везёт Целый день во дворе суета Прогоняют дороги кота Только песня совсем не о том Как охотился двор за котом Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот Только черному коту и не везет Даже с кошкой своей заверстут Приходилось встречаться коту Только песня совсем не о том Как мурлыкала кошка с котом Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот Только черному коту и не везет Бедный кот от усов до хвоста Был черней, чем сама чернота Да и песенка в общем о том Как обидно быть черным котом Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот Только черному коту и не везет Не везет Не везет Я не даром, наверное, практически до конца Дана послушать вам эту песню Она такая задорная А глядя на исполнительницу Видишь, что она прям проживает эту песню Показывает лицом, мимикой, жестами Это прям живет Я помню, эта песня на самом деле Песня моих родителей, наверное И ваши, и моих родителей Я вот помню, они еще молодые такие были И даже вот как стиляги там Исполняли это просто хит, конечно же Но вот такой задор, такой оптимизм Автора этой песни Даже как-то немного Такой диссонанс получается Что она в самом-то деле У автора песни Михаила Танича Была очень сложная жизнь Вы неоднократно наверняка видели о нем В телепередаче Не такой радужной была И позитивной Но если считать под закат жизни И все в совокупности Можно назвать ее и счастливой Но он воевал и Великую Отечественную войну Но по ложному донесению Обвинению его заключили в Сибирь Когда он, выйдя на свободу Создал группу Лесоповал И для нее начал писать свои хиты Всем известный, да, эта группа Лесоповал И стал известным поэтом-песенником Особенно в последние десятилетия К концу своей жизни И вот в Москве Когда отмечалась годовщина Его смерти Был собран Грандиозный просто концерт Где звучали Его самые популярные Песни Вы их прекрасно знаете Погода в доме Да, это И Долина исполняла Не обходился ни один праздник Без этой песни Погода в доме Потом Лесоповал Белый лебедь Такая, да Да, текстильный городок Тоже такая старинная Тоже нашла видео И тут было по городу Да, очень много И даже к кинофильмам И вот этот фильм такой Тоже очень жизненный Белые росы И вот по названию Кинофильма И песня Белые росы Страдания Из этого кинофильма Мы вам сейчас предлагаем Послушать В записи На грампластинке Послушайте Кто исполняет Может узнаете Карачицу Наломал Немало Ветер Я ходил По белому свету Знался с умным Счастье есть А счастья нету Есть любовь И нет любви Уж я к ней И так и это Со словами И бесово Оболомал Немало Ветер Наломал Немало Дров Оболомал Немало Ветер Наломал Немало Немало Ворота Горяна Все в порядке А выходит Ерунда Уместились На трех рядке Все страдания В три ряда Уж я к ней И так и это Со словами И бесово Оболомал Немало Ветер Наломал Немало Дров Оболомал Немало Ветер Наломал Немало Дров Субтитры Субтитры Оболомал Немало Немало Дров Ни хозяйки Ни усадьбы Ничего же Ни весов У людей Сплошные Свадьбы У меня Сплошной Развод Уж я к ней И так и это Со словами И бесово Оболомал Немало Ветер Наломал Немало Дров Оболомал Немало Ветер Наломал Немало Дров Вот такие Слова Льющиеся Не угадали Ансамбль Замечательный Вокалист Ну это пластинка Какого года Выпуска Наверняка Восьмидесятый Восьмидесятый Да Восьмидесятый Год Такие слова Они просто Как-то изнутри Льются И все Я смотрю Кто подпевает Кто подтаптывает Ножкой Подтаптывает Да Как бы Все это Очень душевно И классно На самом деле Ну и Следующий Поэт Шестидесятых Николай Заболоцкий Николай Заболоцкий Так совпало Что в этом году Ему было бы Сто двадцать Лет Со дня рождения Вот такой Самый Да Ну конечно Вот Он был сыном Агронома Сельской Учительницы Он В Петрограде Учился На отделении Языка И литературы Первая книжка Заболоцкого Имела шумный И скандальный Успех Заболоцкого Объявили Приверженцем Чужой идеологии И вторую Его книгу Стихов Даже не стали Печатать В 1938 В 1938 Заболоцкий Заболоцкий Был арестован Тоже Так же По ложному Доносу И надолго Был оторван От литературы Шесть лет Он отбывал Наказание В лагерях И вот Родилось Такое Письмо Посвящение Любимой Женщине На стихи Которой Была Песня Сложено Очаровано Околдовано Очаровано Околдовано С ветром В поле Когда-то Овенщина Вся ты Словно Поковы Закована Драгоценная Ты Моя Женщина Невеселая Непечальная Словно С темного Неба Сошедшая Ты Песнь Моя Облучальная И звезда Ты Моя Сумасшедшая Я склонюсь Над твоими коленями Обниму Обниму Их сни Ставая Силою И слезами И стихотвореньями Обожгу Обожгу Тебя Добрую Милую Что не сбудется Позабудется Что не вспомнится То не исполнится Так Чего же Ты Плачешь Красавица Или Мне Это Просто Чудится Чудится Очарована Очарована Поколдована С ветром в поле Когда-то Повенчана Все Ты Словно В околы Закована Драгоценная Ты Моя Женщина Вот такая вот песня И в 46-м году был Заболоцкий восстановлен В союзе писателей И начался новый, так сказать, этап его творчества Но К сожалению Это все продолжалось недолго Потому что Лагерями Здоровье было подорвано И как бы Не позволил Человеку Он где он сидел? Ну вот В Сибири где-то Да, у нас много Где они сидели Куда отправляли Всех опальных Да И Я вам еще хочу представить Одно стихотворение Кудрение Рассыпано Рот Лим Звук Лим Черты лица Острые И некрасивые Двум мальчугану С дерзниками Отцы купили И велосипеды Сегодня мальчики Не трогайся Подеду Гоня И Вот вам забыл Звук Звук А Наш За Нем Лег И Послед Чужая Радость Так же Как Своя Тонит Ее И вон Из сердца Рвется И Девочка Ликует И смеется Охваченная Счастьем Лития Ни тени Зависти Ни Услу Долго Чего Знать Как Существует Ей Все На Свете Так Безмерно Ново Так Живо Все Что Для Лим И Захло И Не Хочу Я Долго Рыгаю Что Будет День Когда Она Рыгает Увидит С ужасом Что Посреди Подру Она Всего Лишь Бедная Гурмушка Мне Верить Хочется Что Сердце Не Игрушка Сломать Едва Лишь Можно Вдруг Мне Верить Хочется Что Чистый Этот Пламен Который В глубине Ее Горит Все Боль Сво Один Переполит И Перетон В Самый Теший Камень И Пусть Черты Ее Нехороши И Нечем Ей Привстить Воображение Младенческой Гра Своей Душей Уже Сквозь Любовь 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 А если Это Так То Что Есть Красота И Почему Ее Огонь Любовь Любовь Сосуд Он В Который Пустота Или Огонь Мерцающий В Сосуде Как часто Мы это Употребляем Да 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 Все Так Все Так Ну Переходим Еще Следующим Поэтам 60-х Лет Это Николай Рубцов И Владимир Высоц Ну Начнем Наверняка С Владимира Высоц Нет Показать Рубцов И Высоцкий Это Люди Одного Поколения Шестидесятников Лучшие Их Произведения Написаны В конце 60-х Годов У Высоцкого Банка По-белому Охота На Волков Он Не Вернулся Из Боя Я Не Люблю И Вот У Нас В Пространстве Да Винил В темноте Тоже Есть Пластинки Мы Предлагаем Вам Послушать На Стихи Высоцкого Смесня Что Мы Послушаем Внутреннюю Гимнастику Задорную И Лирическую И Лирическую Что-нибудь Про Любовь Давайте Про Любовь Давайте Лирическую Посвященную Замечательную Лирическую Женщине Расслабившей Любимой Женщине Марине Благо Женем Здесь Лапы Уелий Дрожат На Весу Здесь Птицы Щебечут Тревожно Живешь В заколдованном Диком Лесу Откуда Уйти Невозможно Пусть Черемухи Сохнут Бельем На Ветру Пусть Дождем Опадают Сирени Все равно Я Отсюда Тебя Заберут Заберут Дворец Где Играют Зверь Твой мир Колдунами На Тысячи Лет Укрыт От Меня И От Света И Думаешь Ты Что Прекраснее Нет Чем Лес Заколдованный Этот Пусть На Листьях Не Будет Расы По Утру Пусть Луна С Небом Пасмурным Сори Все Равно Я Отсюда Тебя Соберу В Светлый Терен С балконом На Море В Какой День Недели В Котором Чизу Ты Выйдешь Ко Осторожно Когда Я Тебя На Руках Унесу Туда Где Найти Невозможно Украду Если Кража Тебе По Душе Зря Я Столько Сил Распозарю Заглажайся Заглажайся Хотя бы На Рай В Шалаше Если Терем С Дворцом Кто-то Занял Заглажайся Хотя бы На Рай В Шалаше Если Терем С Творцом Кто-то Заглажайся Ну и Ну и Можно сказать Что его Друг и поклонник Николай Рубцов Впервые Николай Рубцов Увидел Владимира Семеновича В театре на Таганке Когда Был Со своими Однокурсниками Литинститута На Какой-то из Премьер С тех времен Он познакомился С Высоцким И их творчество Даже Немного Напоминало Друг Их Несовместного У них не было Творчества Напоминало Чем-то Перекликалось Так как они Писали И Лирические Произведения В которых Прослеживалась И общая боль И трагизм И конфликт Между властью И личностью Ну Эти произведения Очень нравились Народу И наверняка Нравятся И по сей день Вот сейчас Вы сразу С первых аккордов Наверняка Знаете Очень популярное Произведение Его что мы купили Да Которое Что Рубсу Варёшь Вон им убили Да Ну вот это Я не могу сказать Убили его или нет Ну 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 И подарю луке Той девушке, которую люблю На льву цветов И подарю луке Той девушке, которую люблю Я ей скажу с другим наеме Очень любимая была пластинка Миссия, которая заездили ее дать Она возьмет, но снова в поздний час Когда туман спущается в груз Она пройдет, не поднимая глаз Не улыбнется, да, живу не пусть Она пройдет, не поднимая глаз Не улыбнется, да, живу не пусть Я буду, но, как на звезд себе Духи в руках его оставлю Я лишь хочу, чтобы тела в руке Той девушке, которую люблю Я лишь хочу, чтобы тела в руке Той девушке, которую люблю Дорогие читатели Юбилейное созвездие поэтов-шестидесятников Открыло нам возможность Только слегка прикоснуться к их свету К сожалению, как я говорила Большинства поэтов шестидесятых годов Уже нет в живых Но и дух той эпохи Живет, пока живо Слово на земле Нам есть чем гордиться В России великая культура И великая литература Спасибо вам большое за участие Но я еще просила подготовить стихотворение Пусть не юбиляра поэта шестидесятых лет Но тоже поэта, который писал в шестидесятые годы А зовут его Роберт Рождественский Стихотворение Стихотворение, да, конечно, с места Стихотворение, да, конечно, с места Чтоб имелись для начала Чтоб имелись для начала Друг один и враг один Человеку надо мало Чтоб тропинка вдаль вела Чтоб жила на свете мама Сколько нужно ей жила Человеку надо мало После грома тишину Голубой клочок тумана Жизнь одну и смерть одну Утром свежую газету С человечеством родство И всего одну планету, землю Только и всего И межзвездную дорогу Да мечту о скоростях Это в сущности немного Это, в общем-то, пустяк Ни великая награда Ни высокий пьедестал Человеку мало надо Лишь бы дома кто-то ждал Класс Спасибо большое всем участникам И всем гостям Ну, конечно же, и еще Я тоже Роберт и Рождествен Что раз вы о нем заговорили Мир мечется без сна В смертельных передрягах И вся надежда На космических варягов Я слышал, что они должны Предстать пред нами В сверкании брони И ореоле знаний В особый час прийти Последний миг примчаться И шар земной Спасти от страшного несчастья Все сложности земли Решить легко и быстро Ах, если бы смогли Ах, если бы так было Но лити звезд Мертвы Там не найдешь спасения Варягов нет, увы А землю Эту землю С ее мельканием дни С ее рассветом вешним И всем, что есть на ней То вечным, то не вечным С березкой на пути Полями и лесами Обязаны спасти и защитить Мы сами Над вечностью склонясь Большая и цветная Земля глядит на нас Любя и проклиная Укор в глазах озер И грусть безбрежной шире А если не спасем Зачем тогда Мы Жим? Это очень хорошо Еще я одну минутку хочу Ваше внимание Привлечь вот к этой Небольшой выставке Книг, которые имеются В фонде нашей библиотеки Представлены они В различных форматах И обычные плоские книги И напечатаны шрифтом Брайля И звуковые книги Пожалуйста, берите Читайте Наслаждайтесь Субтитры сделал DimaTorzok